Всем привет! Меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам расскажу о восхитительной книге Сирила Массоротта, которая называется «Сто чистых страниц». И кому интересно, то оставайтесь со мной. В этой книге рассказывается о молодом человеке, точнее это уже мужчина, у которого есть две сестры-близняшки и у которого умирает дедушка. В наследство дедушка оставляет все свои сокровища, все свои богатства, все свое состояние этим двум близняшкам. Нашему герою оставляет какой-то блокнот, который состоит всего из ста страничек, пустой, непонятный какой-то. И, само собой, наш герой расстраивается и находится в недоумении. Через какое-то время он узнает, что этот блокнот не такой уж простой, как кажется на первый взгляд, и не такой уж он пустой, если подумать. Наш герой узнает тайну этого блокнота, а точнее подсказывает ему умерший дедушка в завещании. И вот тут и начинаются наши приключения с нашим героем. У этого блокнота очень необычная способность, какая вы узнаете уже в книге. Разве что в течение видео я вам могу немножко намекнуть. Эта книга учит нас не оборачиваться назад, не смотреть на какие-то пустяки, которые были сзади, пусть даже это очень какие-то хорошие моменты. Эта книга учит именно смотреть вперёд. Не важно, что там было, пусть это будет очень хорошее, но зачем вспоминать, допустим, свой прошлый день рождения, если скоро новый, на который надо уделить очень много внимания, чтобы было всё хорошее. Но это к примеру, я говорю, чтобы вы примерно меня поняли. Мне нравится то, что в этой книге идёт обычное повествование. То есть это обычная жизнь обычного человека, нету никаких-то там уж очень каких-то миров непонятных, магических. Это просто жизнь обычного человека, который вот так вот бах и случается что-то необычное. В этой книге есть и любовная линия, причём очень даже неплохая. И эта любовная линия как раз и помогает нам осознать ценность этого блокнота, а точнее даже в какой-то части его бесполезность. В общем, очень многое играет именно этот блокнот. Я уже упоминала то, что у нашего героя есть две сестры-близняшки, и не могу просто не уделить им хотя бы чуточку внимания, потому что такие заботливые сёстры, во-первых, они его старше, и они настолько заботливые, настолько понимающие, что я не знаю, как сейчас, конечно, но мне кажется, такое тоже не всегда случается. И мне очень понравилась одна, ну, пусть это будет, назовём это цитатой, у них есть такой своеобразный сестринский совет. И что это вообще такое? Итак, сестринский совет. Довольно странная вещь, которую близняшки изобрели в юности. Принцип очень прост. Я сажусь и молчу, а они говорят. Ну, очень уж такие моменты, весёленькие, вроде вот обычное, да, определение, какая-то вот там фигня, извините за такое слово. Но эти непонятные маленькие моменты как раз и дают нам расслабиться и понять, что это обычная жизнь. И не могу не упомянуть то, что в этой книге, опять же, встречается слово «фигня». Да, слово «фигня». То есть вот такие какие-то элементарные моменты придают живости этой книге, что не может просто не радовать. Что касается обложки, как обычно, я просто не могу её не упомянуть. Это оформление интеллектуального бестселлера. Я настолько люблю это оформление, да, с моими тремя книгами, но я обожаю это оформление, именно из-за его какой-то вот, не сказать, изысканности, а скорее такой строгости. И на этой картинке даже есть всё. Хотя, казалось бы, я вам не упомянула, про собаку, ну ладно, женщина, там можно связать с какой-то любовной линией. Это вы всё поймёте при прочтении. И, в принципе, я бы не сказала, что это прям такие важные моменты, но они очень нужны в этой книге. Что касательно автора, Сирил Массаротто, я впервые познакомилась с этим автором. В книжных покупках я вам уже рассказывала то, что эту книгу я вообще купила случайно, не зная ни об этой книге, ни об авторе. Но я нисколько не разочаровалась. Знаете, если так подумать, может, это так судьба свела меня с этой книгой, потому что, если переходить на моё мнение, то этой книге я готова поставить 5 с плюсом. И я вам раньше говорила, что я не могу выбрать любимую книгу. Это моя любимая книга. Как бы это странно ни звучало, это моя любимая книга на данный момент. Я, когда её дочитала, я её вот так вот прижала к себе, и ещё минут 15 лежала и обнимала эту книгу. Сложно сказать, почему. Я бы не сказала, что она как-то связана со мной. Но, правда, сложно сказать. Даже сама не знаю, почему, но она произвела на мне какое-то большое, нескладимое впечатление. Мне понравилась и вот эта вот обыденность. Мне понравился и сам герой. И любовная линия была очень превосходная. И такие вот приятные, милые моменты очень радуют в этой книге. И какие-то воспоминания, возможно, встречающиеся в этой книге, ну просто их невозможно оставить без внимания. И, опять же, я, когда читала эту книгу, я толком не обращала внимания на автора, то есть на его имя, фамилию. И потом, когда я была уже где-то на середине книги, я думаю, а это случайно не французский автор? Ну, с фамилиями у меня вообще проблема. То есть, если даже вы мне дадите эту фамилию, я вам не скажу даже примерно, что это за инвестиционалист. Я могла подозревать, но это так. Угадайте, кто он? Он француз! Не зря мне так понравилась эта книга. Всё-таки по французской литературе в последнее время я начала реально как-то сходить с ума. И да, если вы знаете какого-то сногсшибательного французского автора, которого вы с вами зачитываетесь, обязательно напишите мне в комментариях, хотя бы как его зовут. Ну, и если вы что-нибудь у него читали, то обязательно напишите книгу. Возвращаемся опять к этой книге. И эта книга относится к тем книгам, которые, знаете, в час ночи могут заставлять вас читать их дальше, ходя завтра утром вставать в школу, в институт, на работу. И я сидела... Это было воскресенье, и я сидела уже час ночи в пять утра вставать. Я не могла оторваться от этой книги вот не на секунду. Ну, пришлось, конечно, но... Я бы читала и читала, если бы, серьёзно, не надо было идти в школу. Что касается возрастных ограничений, кому эта книга вообще подойдёт? Я думаю, что её спокойно можно читать лет с 13, и ничего страшного нет. Не знаю, почему именно такое определение в возрастной категории я дала, но мне кажется, лет с 13 это будет вполне нормально. Она подойдёт и мальчикам, и девочкам, это 100%. Она подойдёт людям, которые любят вот именно простые истории, жизненные истории, где нету уж очень-очень много всякого волшебства. Где просто обычная история с какой-то чуточкой волшебства. Эта книга подойдёт тем, кто любит французских авторов, как, собственно, я. Если вам где-то 13-14 лет, и вы думаете, читать эту книгу или нет, то, знаете, если вы всё-таки вот так размышляете, думаете, стоит ли подождать, не стоит, лучше тогда уже подождите, потому что я думаю, вот я сейчас прочитала в 15 лет, я влюбилась в эту книгу, я не знаю, как я бы отнеслась к ней в 13 лет, но сложно объяснить. И да, я думаю, что на сегодня это всё. Опять же, ссылку на мою рецензию на эту книгу я оставила в описании. Сходите, посмотрите. И да, сложно, наверное, говорить о книге, которую очень любишь, потому что постоянно её расхваливаешь. И ещё постоянно, когда я видела какие-то ВКонтакте, ещё где-нибудь, какие-то посты, где написано, что есть такие книги, которые просто мы читаем, и не хотим ни с кем делиться ими. И я поняла, что это как раз та книга. Сейчас, когда уже прошло 3-4 дня, вот эта плуткость моя немножко утихла, и я уже более спокойно отношусь к этой книге. Но как только я её прочитала, я не хотела ни с кем делиться этой историей, я не хотела никому рассказывать об этой книге. И я просто была вот... Это как будто я, вот моё, всё, не дам. Сейчас я как-то уже более утихла, я вам это уже говорила. И обязательно прочитайте эту книгу, я уверена, что многим она должна понравиться. Ну да, собственно, у меня на сегодня это всё. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И да, всем удачи и хорошего настроения. Пока!